всем привет мы с ариночкой в аэропорту вот нас сейчас задержали жестко все все обрыли вообще все карманы все чехлы каждую страничку паспорта все все посмотрим да 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 сняли штаны его так знаете вот так это короче какая-то беда не назвали сейчас на весь аэропорт сказали пройдите в комнату вручного досмотра ребят никогда не перевозите пауэрбанки в багаже я сейчас так перестала просто надо еще таблетку успокоиться но тащить ладно хоть обошлось ладно хоть не шмонали там где не надо зря я сказала все хватит сейчас я за границей если что доказательства смотрите 7 евро я за границей 7 евро 16 евро эти предметы то это за граница не хотели не знаю как прошла да нормально все в итоге оказалось оказалось что powerbank был в багаже а такие вещи нужно носить с собой в ручной клади и мне выдали powerbank обратно запакованный уже и сказали переложите в ручную кладь и вы больше так не делаете но это было пипец как стрёмно сказали то что вот эти литий ионные штуки нужно провозить только в рюкзачке прикольно что больше никого не называли вообще именно меня никого-то потом еще назвали потому что разы короче мы стоим здесь ждем родителей арины и мама арины говорит мне надо продолжить мама говорит арену ты хоть поменяйся с сочи местами посиди хоть со мной немножко игру а он будет же не сидеть сантка ну придется не против а что ты сказала сегодня кстати мама сказала я сказал провела ли она с ним воспитательную беседу по поводу жене она писала все нормально он с таким уже сталкивался в жизни как-то раз зашел не в ту дверь у жени нервничаешь я нажралась таблеток успокоительных такой успокоительная но на вопросе короче я чувствую себя какой-то разбитый открессию из-за успокоительных рафляная рафляная что во мне рафляного же нету успокоилась хорошо да что вы рафляете на мой ты мне что-то как-то это покачивает туда-сюда чуть-чуть вот прикиньте оказывается в таможне проходить в аэропорту это точно такая же штука как и в papers please короче там у нее огромный экран у него это на этом огромном экране тупо две кнопки одна зеленая принять красная отказать и она так вглядывалась мое лицо а у меня лицо на загранпаспорте такое хмурое прям такое злое я не знаю почему так я с получилось сфоткаться я такая думаю блин а если насчет нажмет отказать что я просто домой поеду что или все она такая говорит поднимите подбородок повыше я такая потом я что-то резко стало смешно и я начала это вот так и улыбаться она такая смотрела на меня как типа вот так это какого хрена ты лыбу тут давишь я тут работаю вообще-то вам как всегда с собой кучу еды взяла да я слышу блинчики с творогом измени только творог не домашний вот они идут идут иди встречай я буду под подальше от вас чуть чуть-чуть блин они думают что какая-то больная и к ним не подхожу из-за этого я просто стримлю сейчас я буду поддороваюсь это было интересно ну короче сейчас он подошел ну типа первый раз вот я смотрел меня с ног до головы типа такой ну точнее узнаете сканирование произведенного арина же предупреждала его будешь дать сюрприз 299 святой источник сколько он стоит 30 тыс 6 хочу спасибо спасибо мне дали блинчик ой я наделась ой все пока ланка источник расправляется ой 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 Женечка, гилдикусы. Во мне 4 таблетки успокоительного. Что может пойти не так? Если самолет будет падать, подпрыгни, последний момент и ты выживешь. Блин, слушайте, под успокоительным так прикольно. Я иду, и у меня кишечник не болит. Ого. Допустите, за документ дали вместе с павором. Сейчас скажу. Распаковка. Да. Я инспектор ДДПП по производстве досмотра. Обнаружены портативные зарядные устройства. Класс опасности 9. Ни хера себе. Очень опасно, походу. Как можно задержать такой пауэрбанк? Смотрите, какой милашечный. Я, короче, знаете, что-то начала думать. Типа, пройдите в комнату ручного досмотра. Я уже начала думать, что типа из-за таблеток меня задержали каких-то. В паспорте написано Евгения, а на рентгене типа что-то подозрительное, короче. Вот. Ну и всякое уже передумало. Но в итоге казалось, что пауэрбанк. Блин. Подходите. Я забыл, что хотел сказать. Я не помню. Нет, там не про досмотр, а там что-то по-другому. Ладно. Потом вспомню. Наверное. У меня что-то голова болит. Ну, точнее, не болит, а она, знаете, какого-то надутая такая. Типа у меня какого-то мозга нет. Ну, то есть, знаете, я такая, типа... У меня какого-то... Боже, я сейчас наговорю, блин. У меня какого-то эхо в голове сейчас. Ладно, все, я не буду ничего больше говорить. Давайте о чем-то другом. Прошу тебе другую тему. Ты купальник принадлежности взяла? Да. У меня этот... Купальник. С Вайлдберса. А он большой. Типа... Он... Наверх нормальный? Ой, блядь. Сходите. 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 А вниз очень большой. Блин, что-то у меня... Погодите. Сейчас. А... И, короче... Короче, я напялила эти трусы. А они у меня такие большие. Они полспины закрывают. Вот. А сверху нормальные. И, короче... Они... Они вообще огромные. Я не представляю, какая там нужная жопа. Чтобы в них влезть. Эти. 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 погодите нет мне нормально только у меня что-то это то-то смешно то грустно короче я не знаю не могла пострелить пока что ли свинья может и кофе сладкого может из-за давления упало просто нет давление мне падает по-другому в какой момент она начала плакать рассказывала про свет руси у меня тоже такое бывает я сегодня стояла на кухне перед ящиком с лекарствами такая синтон отъедем она чё при вас таблетку выпила до 4 на вопросе ты за хуй если что у нас есть медик высшей категории моя мама бедная да наверное уже не просто перед нервничала я думаю жене все хорошо просто бывает накопилось мне кажется полегче встала чуть если хочется плакать иногда ты можешь спокойно про меня понимать как прикол в том что мне не хочется плакать но еще час до посадки может мы даже наш выход найдем моя мама ко всем моим подругам которые я и говорю вот это моя близкая подруга вот к таким подругам она относится как будто это тоже ее ребенок а ты сказала что я твоя близкая подруга конечно ты со мной в отпуск летишь конечно ты мой близко получите не вообще у меня прям вообще голова пустая просто там очередь очень нормально там еще вон это вот тоже очередь на 2 2 проход из 2 прохода у меня такая злая морда здесь спорта вот куда-то мы можем с вашим паспортом скоро будет везде может сейчас посмотрим что там за бройлер 747 нас ожидает вот он вот он стоит прикинь если с вами кого не будет может будет кайф что ты готова к самому долгому полету приезжала нет это что было я здесь на цвет не везу не везу ты как-то ядом брызнул девочка хотела проклоскать в рот просто буду закрыть его там нифига не видно конечно а это багаж смысл открыт кусок самолета открыт грузит багаж только что загрузили ааа все посадка окончена все у нас никто не сидит никого нет алло вылетел в кайлайн одиночка я здесь в случае чего гоупру останется целый ну ладно ну ладно чатик привет 1474 зрителя всем привет нет можно сделать ураган ребят подпишитесь пожалуйста на мой инстаграм у меня осталось 26 подписчиков до 1000 я копила их 8 лет инстаграм арина дело девушка девушка проснитесь вам срались я не спала добро пожаловать на борт самолета аэрофлота выполняющего рейс я буду выкладывать красивые красивые секси фоточки в купальнике время пути состоит 8 часов 20 минут я заканчиваю готов мы скоро будем готовы и на ючку буду фотки в красивые секси фоточки в купальнике я из нее такую гибкую тигрицу сделаю я ее везу в таиланд вы вообще знаете зачем чтобы ее раскрепостить чтобы показать что она не одна в этом мире что что ее любят и что она прекрасна чтобы она раскрылась в полной мере загорела прям такая вся мммм во всем бар ее повернула по-моему со всеми познакомлю со всеми познакомлю со всеми познакомлю да звезда будет вообще а ты там всех знаешь? я всех там знаю да и все будет хорошо ох ребята что там будет что там будет сколько контента да просто изнасилуем наши телефоны и карты памяти просто обалденным количеством мега контента крутого горячего все что нужно вам фух ладно ты прям захайкала меня жестко главное помните что самолетов в воде больше чем кораблей в небе хорошо спасибо давайте так давайте хладнокровно если я если я тебе ничего не буду говорить то при этом начала говорить про если и все и потемнело скорее всего типа стрельбокнется уже где-то в воздухе ну да а не сейчас лаба вырулили уже на лаба нет еще чуть-чуть да еще катимся сейчас нас должно это приключить к крестам такие а есть встречается те кто ни разу не летал на самолете если есть такие поставьте плюсик все все сейчас мы станем помрачем не просто не 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 просто а мы к взлету все 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 Нам с Ариночкой принесли покушать. Итак, распаковочка. Тут у нас рыбка с рисом. Салат греческий. Да, хлебушек. Еще хлебушек здесь у нас. О, пирожное. Пирожное. На десерт. Да. Куриные сосисочки. Как этот салат называется еще раз? Греческий. Греческий салат. Вот он. Пирожное. Хлебушек. Сырочек. Хохланд. Еее. Мы сейчас пролетаем над Ариночкумургом. А вот. Слушайте, здесь Актюбинск. Вот и мы над Актюбинском. Мы почти досмотрели оружейного барона. Пахнет вкусно. Прикольно корять. Я в шоке, потому что приборы не корреклись. Вкусно. Прям летал. Это вам не хохрый-мухрый. Надеюсь, самолет сейчас не переханет, потому что здесь он очень хрупко стоит. Пахнет. К Snap. Да. Да. Блин, кого-то дома. Ешь нормальную пищу. Вот и последний в нормальном приеме пищи на ближайшие две недели, потом будет там всякие дерьмо, тараканы и прочее. Что у тебя такое оранжевое кукол, я не знаю, сосиски, которые прям вот так и вот эти. Вот такое масло и цикады дошираки. Ну прикольно, если вы нам купили дошираки, типа, у кого-то как-то, я бы не отказалась. Тихо мне отказалось. Короче, я встала в туалет, и тут просто все смотрят что-то. Кино какое-то. Кажется, что-то свое смотрит. Я в туалете. Вот как выглядит туалет. Тут какие-то отходы. Там на очередь, наверное, меня ждет какая-то. Пробедите музей с А4, наверное. Так, мне не нравится то, что мы сейчас летим сначала над Афганистаном, потом над Пакистаном. Кажется, что-то идет не так. Алло, Афганистан, пожалуйста, не надо. Ариночка укладывается спать. Ариночка укладывается спать. Я тут сижу вот. В камеру смотрю. Там вообще есть что-то? Да нет, нифига не видно. Мы над Афганистаном летим. Страшно. Да, я тоже так думаю. После этого фильма. Да, после оружейного барона как-то не хочется лететь над Афганистаном. Мы летим над Кабулом, но не совсем над Кабулом, но здесь очень близко к нему. И здесь такие горы красивые. Немножко страшно почему-то. Ребята, вот так выглядят идти с неба. Куча каких-то маленьких деревушек. Каждый по Сити-Мегите. Мы говорим о том, что мы возвращали в детстве. И так вот бут. Этихзит-эдит в возра Sternogaiada. А еще тут снимают только леды для дни. С дрифтом лучше всего. С законочными полями. Индийские звезды. Лепой или индийские коляры. Все это вот может быть не знаю где-то вот здесь вот и сняли, например. Второй прием пищи. Короче, засняла я сейчас Эверест, покажу вам, да, конечно, там просто тёмное пятно, ничего не видно, но я вам покажу всё равно, вот он здесь находится, вот. А вот второй приём пищи, собственно, булочка, так понимаю, салатик снова, и блины, сейчас мне вообще не сбиться нисколько, но блинчики, ничего, ласты. Вот они немножко те улики на складах, потом на Алиэкспресс хруппает. Наконец-то, как можно на Краснодар. Это какая-то деревня. Дамы и господа, наш самолёт проезжал посадку эрапорту Суванабуму, города Бангкок. Местное время с 8 часов утра, температура воздуха плюс 30 градусов по шкале Север. Сейчас всё хватает. Слава российскому низкую волосы. Традиция, наверное, уже. Рисопастное из этого, из фильма «Итальянцы в России». Прошу зафиксировать цвет наших лиц в самый первый день, да. Что мы потом последнее сфиксировались? Да. Как они обжарятся? Что с нами станет? Запомните нас таки. Приехал к Челик на вот этой вот бурбухайке. Сейчас будет тырить наш багаж. Кто же там скрывается? О, не сдувается? О, Боже. Небесил. Жора. Я какой идиот. А она пишет, что это такие богаты по китайцам. Гэнгстан. Гуччи Клина. Блит, я сейчас иду и только осознала, что может оно не растет. В чем полностью? Ага. Вот тут на свинячей звучит. Челочная грязи, да. У нас, по-моему, за самый чистый эффект. У нас, по-моему, за самый вкусный эффект. У нас, по-моему, за самый вкусный эффект. Ёб-той мать, ничего, я тут сыро. Да, не так. Тут сыро просто явно яно вспотело. Капец. Тут вообще, прямо, как, знаешь, как в бане сыро. Важно. Ошалеть. Ё-о-о-о-о. Нифига. Тут... Конечно, не хочу заниматься никаким расизмом, но... Мои планы входит поехать в какую-нибудь деревню, в белом платье, в каком-нибудь красивом, и объявить себя божеством. Чтобы мне все подносили свежие фрукты, и фиксировали мне пальцы на ногах. А чё, опять они такое где-то ещё видели, ну, типа, меня. И, блин, я с этой дыркой в зубах смотришь, как стуфист Овечкин приехала в село на курорт. Поел. Я нашла себе конкурентку. Красивая. 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 Библиоглобулус. Да. Вот там такой вот нужен интернет. АИС, который... АИС? Да. Ты бы сказала уже и нет. Ну, Алина Рин пользуется АИСом в Таиланде. Вот. Да. Здравствуйте. Спасибо. Здравствуйте. Евгения, правильно? Да. С вами Алина. Да. Здорово, братья, славяне. О, вообще товар лит. Я только что узнали, я только что узнали, ребят. Вот ребята пошли. Подошли и сфоткались со мной. Сказали, Гилсик, сможете его сфоткаться? Прикольно вообще. В Таиланде подписчики ошелеть. В Таиланде подписчики ошелеть. Таиланде подписчики ошелеть. Появла в наступлении. Воевали. Казах. Ой, бля. Ой, бля. Ой, бля. Ой, бля. Ой, ой, ой. Охренеть. Тут так сыро. О-о-о-о-о. У меня штаны намокли уже. Офигеть, тут жарко. Куда? Вот здесь опахнет аквариум. Кудер? О, да, тут вода есть. Спасибо. Антон, Ирина. Еще хочется ехать, да. Дмитрий, Светлана, Владимир. Все здесь? Ярослав, вы здесь? Хорошо. Дмитрий, Лариса, Алина. Молодцы. Кого-то не назвали? Всех назвали? Хорошо. Мы с вами сейчас выезжаем из территории аэропорта, уважаемые гости. Такой брутальный прям аэропорт. Посмотри, вот. Да. Красиво, чё скажешь. Я буду радоваться, когда увижу свой номер. В тайскую тюрьму на 5 лет очень просто сесть, просто покурите где-нибудь электронные сигареты. Действительно серьезный момент, поэтому обращаем на это внимание. И с 2022 года здесь декриминализировали использование барихуаны, лечебный каннабис. Он теперь здесь легальный. Но курить его можно только специально. В заведениях они называются кофешопой. Страшилочки с страшилочками, но законы действующие, и их нужно соблюдать. Короче, у нас первая остановка из двух остановились возле какого-то черного забора. Типа, здесь можно курить. А там везде, в основных местах нельзя курить. Тут такие вот интересные автомобили. Вот, например, такой вот пати-бас. Кажется, я знаю, что я буду делать с буханкой. Классно, блин, прикольно здесь. Офигенно! А здесь подходят тайцы из этого автобуса. И они вот так мне показывают. Наши, наши споняры. Тайские спонии. Тайские спонии Короче, нас сейчас высадили Возле какого-то офигенского отеля. Не знаю, вам видно, что он офигенский или нет. Но представьте, что он офигенский. Мы заехали 2 часа, сейчас будем ехать до нашего олив-3 отеля хит-дэ я уже устал и я хочу поспать два часа и уже отнять свои деньги получить сивки вот и начать стримить я здесь только ради стримов ну шо, мы таки заселились в отель наконец-то вот моя кровать, вот Арина вот ее чемодан просто сравните размеры и вот эта вот пусечка вот Арина там сейчас моется а я тут ну я тут не моюсь вот такой вид у нас из окна о май гад здравствуйте тупо как будто в какой-то деревне нормально пойдет очень хочется спать может сейчас как раз и надо будет пойти поспать чуть-чуть поэтому смотрите в нем удалось все всем добре всем но вот вот этот